Привет, меня зовут Алена, и я продолжаю рассказывать, как создать свой сайт. Сейчас поговорим, пожалуй, о самом интересном — настройке корзины. Поскольку я решила, что хочу принимать платежи онлайн, мне нужно настроить функционал корзины. Вернусь на страницу с кресла, и отсюда перейду в настройки сайта. Что круто, я сразу вижу, куда мне обратиться, если захочу подробнее почитать о настройке корзины. И теперь перехожу к заполнению полей для оформления заказа. Тут опять все зависит от моих хотелок. Хочу, чтобы клиент просто ввел имя и номер телефона — так и оставляю. А если еще хочу добавить электронную почту или возможность задать вопрос, добавляю соответствующие поля и спускаюсь ниже. Теперь выбираю способ оплаты. Поскольку интернет-эквайринг у меня подключен, просто ставлю вот тут оплату онлайн и больше ничего не делаю. Гор сворачивать не нужно, дракона побеждать тоже. Красота! Ну а о том, что делать, если он не подключен, поговорим в другом разделе. А сейчас все еще продолжаем спускаться вниз. Видим проект для заказов. Мы уже сталкивались с этим разделом, но работали с другой папкой — той, куда попадают заявки на обратный звонок. Теперь же у нас появляется папка продажа. Сюда будут попадать все оформленные клиентами заказы. Ее также можно найти во вкладке проекта. Еще обязательно нужно заполнить вот это поле — сообщение после оформления заказа. Покупатель должен видеть обратную связь. Например, с ним свяжется в течение какого-то времени. Или на указанную почту упадет письмо с подтверждением или обновлением статуса заказа. Это и для бизнеса полезно, и забота о клиенте. Что касается информации о доставке, поскольку в меню я выбрала отдельную страницу, на которой будут отображены все основные условия, то здесь я просто могу выбрать эту страницу для ее отображения у клиентов. С офертой и политикой конфиденциальности все ясно. Я их уже создала, поэтому просто выбираю вот здесь нужные страницы и прикрепляю ссылку на документы. Вот мы и закончили с настройкой корзины, и теперь можем вернуться к реквизитам. Они появятся только если есть расчетный счет, сгенерируются сами, останется выбрать только шаблон. Кстати, расположить их лучше перед футером. Процедура подключения интернета к варингу происходит совершенно безболезненно, быстро и понятно. Если есть счет в Тинькофф, достаточно написать чат поддержки, заполнить анкету в личном кабинете и подтвердить код из смс. Подключение занимает от 2 до 5 дней. Главное, вовремя предоставить все данные, а с настройкой интеграции помогут сотрудники. Подробнее об этом можно почитать вот здесь. При желании работать с интернет-эквайрингом можно и без сайта. Через мессенджер, почту или смс. Просто отправляешь клиенту ссылку на страницу с платежной формой. И все. А о том, как ее создать, поговорим дальше. Давайте представим, что у меня есть еще один бизнес. Я вот иногда пеку тортики и пирожные на заказ. Продаю их через аккаунт в Инстаграм, а оплату принимаю на карту. Но это, если честно, не очень удобно, да и клиенты такому не очень рады. Поэтому я задалась вопросом, что делать, когда оплату через интернет проводить хочется, но сайт с фиксированными ценами не подходит. Ну, потому что для каждого клиента по индивидуальному заказу стоимость всегда разная. Оказалось, все просто. Нужно оформить страницу с формой оплаты. Именно такую сейчас и попробуем сделать под мой магазин тортиков в Инстаграм. Все по той же схеме, что и раньше. Создаю меню страницы. Привязываю аккаунты в разных соцсетях, в которых принимаю заказы. Добавляю лого и обложку. Редактирую оформление и выбираю форму для приема платежей. Мне нравится вот это. Не стоит создавать страницу, на которой будет только одна форма. Как правило, клиенты не доверяют таким сайтам из-за подозрений в мошенничестве. Теперь добавляем платежку и настраиваем ее. Снимаю ярлычок с фиксированной цены, описание формы, номера заказа и таймера. И добавляю ссылку на политику конфиденциальности. Ее нужно создать заранее. И вуаля, сайт готов. Кстати, после того, как клиент оформит заказ, проверить оплаченную им сумму можно все там же. В проектах, в папке продажи. Вот, в общем-то, и все. Если у вас остались какие-то вопросы, заглядывайте в хелпы или оставляйте комментарии. Мы обязательно ответим и снимем еще один обучающий ролик. С вами была Алена. Пока!